Hola amigos! Добро пожаловать на Geeky Mexicans. Я сейчас в городе Мурманск. Я приехал сюда, чтобы увидеть северное сияние. Если вам это интересует, пожалуйста, оставайтесь, потому что я очень интересные факты расскажу. И я расскажу, если мне удалось увидеть вот это прекрасное природное явление. Также я вам скажу свои советы и что я научился после вот этой охоты. Ну, наверное, знаете, Мурманск является городом героев и я. После меня есть Алёша, солдат, и это память о войне. Вы знаете, до этого я был в Исландии. Погода очень похожа. Здесь очень интересная ландшафт, потому что как-то все неровно. Здесь порт, очень большие корабли. И сейчас час полвторого. Здесь очень то, что пугает, это то очень темно. Наверное, много думали, что Мурманск очень холодный город. Мне кажется, это не так. В принципе, да, холодный, но это не Якутия, где прям реально холодно. А здесь, в принципе, просто нет солнца. Сегодня рассвет будет примерно 10.40. Представляете, солнце выходит 10.40, и саккат примерно этого около 2 часа дня. Поэтому здесь вообще я не понимаю, как люди могут работать без солнца, потому что здесь полярные ночи, очень темно, и, конечно, это сильно пугает. Я очень люблю путешествовать. Для меня это новые рубрики, где я хочу с вами поделиться о своей поездке. Очень странно, наверное, думать, что мексиканец из теплой страны приехал в Мурманск, где здесь очень темно, очень холодно, тоже очень... Ветер очень сильный, и это делает, что холод чувствуется еще больше. Но я очень люблю Россию, и я знаю, что из Мурманска тоже возможно увидеть северное сияние. Это такое природное явление потрясающее, и все-таки я решил попробовать. Первый раз я попробовал это видеть в Исландии. К сожалению, там был 4 дня. Не получилось именно, когда я уехал из Исландии, а не появилось. Ну, и надеюсь, что это получится, потому что увидеть северное сияние не так просто, как можешь касаться. Я уже 2 дня в Мурманске, сижу в гостинице, потому что сейчас нет этой туры. Чтобы было северное сияние, должны быть очень много условий, как активно солнце, хорошая погода, чтобы было холодно, и еще условия, которые я сам не понимаю. Но сегодня есть тур, я очень надеюсь, что наконец-то этот раз получится, поэтому пожелайте мне удачи. И я хочу с вами поделиться своими эмоциями и впечатлениями, чтобы вы тоже смогли приехать и увидеть это прекрасное явление. Поэтому давайте держать кулаки, и я очень надеюсь, что у нас получится увидеть северное сияние. И, кстати, я вам хочу показать одну прикольную штуку, которую я нашел в гостинице. Это есть такой вдоль стену, и я думал, это прекрасно. Представляете, что у вас есть комната, и вот такие крючки, что вы можете все повесить. Я очень люблю, поэтому я был в восторге от этого изобретения. Вы знаете, мне кажется, там много мексикантов думают, что в России нет пляжа с песками. И смотрите, хороший пляж, песок примерно как в Канкуне, ну, в Канкуне чуть-чуть светлее, без камней. Однозначно здесь мне кажется, пляж гораздо лучше, чем в Сочи. Пожалуйста, хороший пляж. На самом север России. И вода посрачна. Просрачна. Ой, вы поняли меня. Ну и, ребята, могу сказать, что я практически нахожусь на крае земли на севере. Потом уже Арктика начинается. Тереберка. Кстати, это пляж называется «Яиц с драконом». Почему? Потому что на пляже есть такие камни, что, когда есть снег и все, дает ощущение, что это яиц. По форме и по цвету. Классно. Смотрите, все. Арктика. Мне очень понравилось, что говорят, что вот это Мурманск. Это столица Арктики. Я в этом первый раз услышал, когда был здесь. Но очень-очень интересно. Холодно, если честно. Но я в восторге. Ну и то, что не ожидал, это то, что в Мурманск находится самый северный Макдональдс. Даже здесь за мной есть табличка. И посмотрим, как здесь вкус картофель при. Я особо не люблю Макдональдс, но... Мне кажется, это достопримечательность тоже. Самый северный Макдональдс в мире. Ну и, мои дорогие амиго, сегодня мой последний день в Мурманск. Я бы хотел с вами поделиться своим впечатлением. В итоге я прожил здесь пять ночей. Это очень много. Но когда вы ищете, пойдете на охоту северной сиянии, это очень важно. Потому что из этих пяти дней только две были на охоте. И можно сказать, что средняя успешность. Я тоже хочу раскрывать очень много мифов, которые я думал о северной сиянии, которые оказались не очень правдой. Первое. Я думал, что когда есть большой КП, они будут видны. В принципе, вот этот показатель, это общий показатель по всему миру. Это значит, что этот показатель Солнца может быть в другом регионе. Не значит именно в одном месте. Поэтому определиться только по этому индексу КП не всегда очень точнее. Потом я думал, что северное сияние только с девяти вечера до четыре утра, как я в многом сайте читал. Нет. Оказалось, что они могут появляться с шести вечера, с пяти, когда уже потемнеет. Когда я ехал в обратном пути из серверка, по-моему, было пять часов, и уже было видно. День, который оказался более успешным, который я просто успел увидеть в северной сиянии с машины, это как раз мы были в десять вечера, и все. Вышли из машины, и все закончилось. То есть, северные сиянии очень капризные. Не думайте, что вы выходите, и сразу в небо будет все. Есть интервал между ними. В тот раз говорили, что они начинали с шести вечера, и до десяти вечера, и все, закончились. Обычные экскурсы всегда начинают с девяти. Пока мы ехали в то место, не было. Потом говорят, что очень важно, что на облако не было облачности. Конечно, это важно, но в тот день вообще солнце было без облаков, но при этом не увидели таки северное сияние, потому что они просто решили не появляться. Поэтому здесь столько факторов. Понятно, когда на вторую охоту, которую я успел увидеть, вот это северное сияние, действительно была активность, но было настолько облачности, я сейчас покажу фотографии, что это было какие-то как зеленые облака. То есть, они были настолько яркие, что все равно было видно, но, понятно, не было такой эффект. Моменты были такие, когда все стало чище с неба, и их было видно. И это было потрясающе. Правда, мне кажется, из всего поездка, где-то, не знаю, секунд на десять, я прям мог увидеть, как они прям идут. И очень интересно, потому что есть линия, и потом они как-то горяют, как будто электрическая идет, и все. Тогда они, можно сказать, как будто Сапсан или Шиньпионс, им прям очень быстро идет эта линия, и они играют. То есть, и это очень классно, поэтому здесь есть очень много советов. С опытом я могу сказать, что очень высокий КП, небо и чисто, морозы. Это, в принципе, может да, может нет. То есть, в принципе, конечно, если небо, ясно, есть больше вероятность, но даже при суперчистом небе бывают такие случаи, что ты можешь стоять, и ничего не видно. Поэтому есть, конечно, фактор удачи. Здесь вы проверите вашу карму, и если вот, получается. И сейчас буду постоянно следить. Правда, ребята, я никогда не следил за погоду в любой город, как в Мурманске. Что не каждый день по разные сайты я смотрел, облачность, скорость ветра, температура. Столько показателей я искал именно в городе Мурманск, и я думаю, что я не единственный, потому что все остальные туристы тоже все как-то устали от этого, что никогда не смотрели. Даже в своем родном городе я столько не смотрел погоди. Вы знаете, сейчас есть одна очень интересная ситуация, поскольку границы сокрыты, здесь, в принципе, гостиницы подешевле стали, потому что обычно говорят, что очень много китайцев приезжают именно сюда, чтобы увидеть Северное Сияние. Понятно, что сейчас не китайцы, это отличная возможность, что развивают внутренний туризм в России. Конечно, некоторые иностранцы, которые так уже живут в России, могут приехать, но сейчас эта ситуация, скажем так, это более экономно получается, потому что гостиницы пустые, поэтому цены немного спускали. Ну, это, как я понимаю, центральная площадь Мурманская. Сейчас это вот из гостиницы на 13 этаже. Вроде бы все красиво. Ты сразу понимаешь, что ты в России, когда только что пал снег. Я не знаю, они прошли 2 часа, и сразу, наверное, вы увидите. Вот, тогда ты понимаешь, что, несмотря на то, что ты на Суперсевернее, это Россия все-таки. По поводу тура, в принципе, сейчас очень удобно, потому что говорят, что, допустим, когда высокий сезон, обычно все же собронировано, и, в принципе, вот, вы можете приехать, и, в принципе, не такая загруженность. Это тоже большой плюс, если вы планируете это делать сейчас. Мне сказали, что, может быть, февраль, это самый лучший месяц, но, понятно, что февраль еще холодно, холодно. По поводу стоимости, это по-разному. Вы можете найти туры от 4 тысяч рублей до 6 тысяч рублей, и обычно, как повезет, да, у каждой гиде свои карты, каждый считает, что одно место другого лучше. По сути, северные сияния, они супервысокие, поэтому, в принципе, то, что они ищут, это место, где нет облаков, которое, по сути, является самой сложной в этом период, потому что, как видите, очень удобно. Понятно, что никто гарантию не может давать, когда это все будет. Если увидите, обычно туры работает, что если есть охота и пройдется неуспешно, только платите 50% стоимости, если успешно, тогда полная сумма, и обычно вот этой охоты включает комарограф, который делает вам хорошие фотографии и очень классно. Какие мои советы? Если вы действительно хотите приехать в Мурманск, чтобы увидеть северные сияния, приезжайте как минимум на 3-4 ночей, на сапас, поверьте, потом вы можете мне сказать спасибо. Следите за погоду, за облачность. Обычно период северного сияния это с сентября по апрель, май, если не ошибаюсь. Иногда говорят, что июнь может быть, но следите. Самые лучшие, как понимаю, это как раз, если вы приезжаете в октябрь, не так холодно. Опять же, некоторые сказали, что да, должно быть супермороз. В принципе, северное сияние, как мне сказали, это не влияет от температуры, но от температуры может влиять облачность. Поэтому говорят, что обычно, когда прям сильные морозки, это когда вообще нет облаков, и это очень хорошо. Не напрямую связано с северным сиянием, а с погодой. Поэтому, если точно увидите, что будет какой-то весоблачный день, планируйте, смотрите саранее, тоже напишите разные кампании, они тоже очень много советуют, по полудату могут вам давать. Мне понравилось, что помимо северного сияния, здесь есть город на севере Тереберка, и там очень, в принципе, природа очень классная, есть водопад, есть пляж, есть дракона. Вы сейчас посмотрите, какие съемки сделал. Я могу сказать, что очень сильно рискнул, потому что погода была не очень хорошая, но все равно хотел для вас сделать эти снимки. Город Мурманск действительно очень интересный. Здесь, к сожалению, не могу сказать, что очень много что можно делать, тем более сейчас карантина, очень много мусей находится закрытым, и тоже какие-то городов сейчас только по пропускам. Для меня оказывается очень сложно таким, поэтому я очень уважаю люди, которые здесь живут, потому что мне кажется, это суперсложно жить в такими обстоятельствах, и тоже, когда есть летом, что солнце вообще не выходит, вокруг едете, и поэтому полярный день тоже не суперудобно. Очень интересно, что я поговорил с водителем тура, и я спросил, а ты бы не хотел жить, где там теплее? Я не знаю, как ты можешь жить, где не солнце. Он мне говорит, ну, я другого не видел, поэтому мне нормально. Думал, действительно, как человек, можешь привыкать на любую, практически любой среды, и они живут здесь нормально, потому что они привыкли это видеть. Очень интересно, как понимаю, здесь в Мурманске есть другие лготы, чтобы люди не уехали, потому что понятно, что нужно держать население, здесь, я так понимаю, тоже очень важный пункт к столице Арктики, поэтому здесь морской порт, действительно нужно здесь поддержать вот это место и, соответственно, как я понимаю, здесь есть поддержка от государств, чтобы люди не уехали, чтобы здесь могли срабатывать хорошо. Если вы не подписаны на мой канал, пожалуйста, сделайте сейчас, ваша поддержка мне очень важна. Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро. Абьюс, амбьюс. Ну, и сейчас около четырех, и просто сплошная темнота. Вот это горит, это порт, наверное, не очень петь, но интересно. Поехали.